Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Сегодня я покажу, как я, при том, что я работаю еще на основной работе, занимаюсь кондитерским еще и бизнесом. Ну, то есть, делаю торты на заказ. Меня очень часто, особенно в последнее время, спрашивают, Ирина, как ты совмещаешь все? Вот я вам покажу прям не только день кондитера, а, наверное, всю неделю, или, вернее, все поэтапно, как я все готовлю. У меня был перерыв. Начинать, конечно, очень тяжеловато, надо сказать, но начинать нужно. Клиенты ждут. И вот, смотрите, у меня в субботу 5 заказов. Сегодня среда. Вечер. Я испекла вот раз, два, три, четыре. Вот четыре бисквита. Вот эти я только сейчас еще вытащила, они у меня лежат, отдыхают и остывают. Эти у меня уже запакованы в пленку, и сейчас я их подписала. Вот на таком стикере очень удобно. Записываю клиента. Дату, когда он придет в 11 часов, есть или нет предоплата. Все здесь записывается, какой сам будет персиковое облако у меня без предоплаты. Это свои знакомые, мои сестры работают вместе. Я не стала брать предоплату. Если предоплата есть, то пишется, вот, ну, 500 рублей предоплата была. Торт 3 килограммчика, тут вот торт 2 килограммчика, тоже 500 рублей предоплата. Ваниль, клубника, ягодами украсить. Вот сразу все пишу. Имя клиента, во сколько он придет. 15 вечера. Например, у меня здесь тоже 15, но они все 15 числа. Это сваденый будет с доставкой. Ваниль, клубника. Так, что у нас здесь? Вот здесь персиковое облако и вот эти все 3 будет ваниль, клубника. Здесь у нас будет для мальчика на фотосессию. Вот пойдет, такие 6 капкейков пойдут. Бело-голубые будем делать. Вот смотрите, сейчас, значит, вот это я уже все упаковала. Стикеры с названиями и тортиков сами, чтобы мне уже не искать в своих записях. Это все сейчас я отправлю в холодильник. Это остынет, тоже упакую и тоже пойдет в холодильник. В пленке бисквит очень хорошо хранится до 5 дней. Но столько хранить не надо. У нас получится в четверг, в пятницу, ну, среда, да, вечер, вот, в четверг полностью. В пятницу, ну, где-то 3 дня, 2,5-3 дня. Он абсолютно будет как будто только испеченный. Потом, значит, завтра я буду заниматься уже ягодными начинками. Будем делать клубничное пюре, потому что здесь у нас персик пойдет, он у меня уже готов, ну, купленный. Это персик консервированный. А вот сюда все пойдет у нас пюре клубничное. Завтра мы будем его готовить. И еще нам нужно будет, так как здесь бисквиты все классические, еще нужно будет сварить сироп для пропитки. Сразу большое количество сварим на вот эти три тортика. Потому что здесь персиковые, и персики идут консервированные, и пропитка идет из этой баночки. В принципе, все. В капкейке тоже пойдет начинка клубничная. Ну, она останется вот от этих двух тортов. Убираю это в холодильник. Это еще горячее. Надо подождать. А завтра будем варить клубничное пюре. И делать сироп. Тоже так же вечером. Я приду с работы, отдохну, и будем заниматься. Это будет вечер-четверг. А в пятницу вечером надо уже будет торты собирать на черновую. Вот. Так как у меня один вот этот торт только субботу в 11 часов. А эти тортики, они все вечером. Их будут собирать один с доставкой тоже на вечер. То на чистовой мы будем уже собирать их в субботу. Вот и все. В принципе, я вам рассказала все, как я готовлю. Поэтому где-то за три дня обязательно начинаю готовить до сборки торта. Обязательно уже начинаю выпекать бисквиты, делать начинки, пропитку. Вот так вот мы и живем. Ну, ладно. В общем, все я вам рассказала. Убираю это в холодильник. Ну, а мы встретимся завтра. Будем делать начинку ягодную. Сегодня четверг. Я пришла с работы. Уже вечер. Около 9 часов вечера. Я сделала, вот еще пара даже идет. Это пропитка для бисквитов. И я сварила из 900 грамм, ну, целой пачки вот этой клубники замороженной. Пюре. И еще я купила банку консервированного персика. Это у нас один тур будет персиковое облако. Туда идет и консервированный персик, и сироп пропитывается. Там коржи пропитываются не просто сиропом, а персиковым сиропом. Ну, в принципе, вот все готово. Сейчас все будет остывать. Потом я уберу это в холодильник. Бисквиты в холодильнике, в пленочке. Сироп готов. Начинка ягодная готова. У нас три будет начинки. Ваниль, клубника. Одна начинка персиковое облако. И у нас будут ягодные капкейки. В принципе, вот все готово. Завтра мы будем уже вечером делать начерновые тортики. Сегодня пятница. Так, что я сделала? У меня еще шоколадный бисквит испечен вот здесь. На три килограмма будет крепкий орешек. Я сделала безе. Сейчас поставлю в печку. Ну, безе я выпекаю, так мне электрическое, на 50, ну, 70 градусов ставлю. И ставлю на всю ночь, ну, где-то на 50-60 вот даже вот так вот. Чтобы они беленькие оставались и только сохли. Но так, в принципе, можно только, наверное, если электрическая духовка, и можно вот такой вот минимальный там 50-60 градусов выставить, чтобы безешки только у нас сохли. Потому что три газовые, такое нельзя сделать. Вот очень хорошие получились такие безе, хорошо держат форму. Значит, ну, это уже прямо вот сейчас я уже спать скоро, поэтому... Что я сделала? Я сделала... Собрала на черновую два торта. Это... Белочки лежат, чтобы я ничего не перепутала. Тут персиковое облако, тут ваниль, клубника. Еще на вечер, вот эти завтра с утра будут собирать. Остались там шесть кексиков будут, капкейки. Ну, в принципе, все вроде. Все. Так, значит, это сейчас сушится. Это еще пока немножко должен остыть, чтобы сырым не был. Еще он такой уже из формы вытащил, но еще тепленький. Сейчас он еще минут 15-20 остынет. Заверну пленку, уберу. Ну, а завтра будем уже все украшать, собирать. Первые два торта, которые уже на черновую собраны, они на утро. Остальное все на вечер, поэтому после того, как утром соберу, украшу, буду уже приступать собирать на черновую тортики. До обеда надо все собрать, чтобы после обеда уже их украшать, потому что к вечеру должны все торты быть готовыми. У меня будет перерыв. В обед я поеду в магазин. Мне нужно будет купить ягоды, так как несколько тортиков с ягодным украшением. Один детский персиковый облако, он детский для девочки. Мы в белом-розовом тоне, он самый первый будет у нас. И там будут безешки. Такой веселый будет. С бусинками. Вот как заказывали серебряные бусинки. Покрасили в белорозовый торт и безе. Украшения у нас сбоку пойдут. И наверх. Ну, посмотрим. Вот все. Вот так вот в середине недели я начинаю готовиться к выходным дням. Так как заказы в основном поступают пятница, суббота. Реже на воскресенье. Но даже если на воскресенье, в основном у меня забирают один торт. На воскресенье вот этот. Поэтому он самый последний выпекается. Он у меня вообще на воскресенье, на 16-е. Но завтра вечером уже его приедут, забирают в 9 часов. Вот. Я стараюсь так, чтобы в воскресенье все-таки уже все тортики стояли в холодильнике в субботу у клиента. Так что пятница, суббота такие самые активные и больше всего я работаю. В пятницу иногда тоже забирают. Но вот в эту пятницу ничего я не отдавала. У меня все, все заказы, все 6. Теперь уже получается вот с этим шоколадным буду забираться в субботу целый день. И вот сегодня суббота. И начинается мой день кондитера. Обычно вот его я вам показываю всегда. Я уже вытащила первый тортик, который у меня на 11 часов. Обычно встаю я в субботу довольно-таки рано. В зависимости от того, когда нужно отдавать торт. Он практически уже готов. Он отстоялся за ночь. Я всегда рекомендую ставить в черновой обработке на ночь. Бисквитные всегда на другой день. Вкуснее они пропитываются. У нас тут такой несложный декор будет. Розовый тортик. Очень нежный уже такой крем розовый я сделала. Испекла безышки. Где-то рано утром я выключила печку. Но еще раз скажу, что безы вот так оставляю на ночь. Можно только в электрической духовке. На минимальной температуре 50-60 градусов ставить. И, в принципе, если поздно. Вот я включила вчера в 11 часов. И рано утром я их выключила. Сейчас наша задача выровнять торт и украсить его. Вот такой нежный тортик получился. Мне очень понравился. За счет безышки он смотрится легче, выше. И не забывайте про ярлычки вот такие. Она у меня идет и на коробку, пока не собрали. Раньше я вам этого не показывала. Но очень удобно писать все от и до. Клиента без начинку. Когда приедут. Телефон, контакт. Ну, всю-всюю информацию. Посмотрите, какая прелесть. Мне сама очень понравилась. Вот, просили безышки и вот эти вот серебряные шарики. Вот. Нежненький такой. На 10 лет, девочки. Так, ну давайте заглянем. Один торт у нас уже вот детский уехал. Что я еще сделала? Здесь у меня на вечер. Это торт на завтра. Но забирать будут сегодня поздно вечером. Он у меня собран на черновую. Но где-нибудь часов в 6-5-6 буду его собирать уже на чистовую. Вот здесь вот торт уже сделан. Он только не украшен. Сейчас я поеду как раз за ягодами, за свежими. Буду украшать его и уже упаковывать, его буду забирать. Вот здесь тоже на вечер, на 7 часов вечера. То есть тоже часа в 5 я буду украшать его. Ну, выровняю. Украшу. Тут тоже ягодный декор. Вот эти два у меня с ягодным декором будут. Еще вот один. Но это всего скорее завтра буду делать. Потом расскажу для чего. И вот у меня капкейки. 6 штук. Кстати, вот смотрите. 6 у меня капкейков заказывали на фотосессию. Но фотосессия отменяется. Там заболели кто-то. Переносится. В принципе, вот так вот. Значит, один уже я вот дала. И раз, два, три. Вот у меня уже собранных. И сейчас я перекушу и поеду за ягодами. Ну, вот еще очередной тортик готов у нас. Здесь просили ягодный венок и зелень. Это эвкалипт. Эвкалипт бывает разный. Вот. Тут вот такие листики. Использую инжир. Покрыл его золотым кандурином вот сюда. А тут немножечко так блесков. Очень ровненький, красивенький получился. Видно, да, что ровный. Вот. Ярким таким пятном будет интересно смотреться на столе. И сегодня это еще и доставка тут оформлена. Поедет он у нас в ресторан. Еще один у нас тортик с ягодным декором. Ну, так как я покупала вот такой эвкалипт для свадебного. Показывала вам только сейчас. Вот. Тоже я тут воткнула две веточки. Ну, небольшой, два килограммчика. Много ягод. Кремом такие цветочки сделаны. Вот такой летний. Пока еще летний ягодный такой тортик. Ну, все. Последний торт я собрала. Это крепкий орешек. Мужской торт. Вот такой вот. С шоколадками. С никельсом. С печеньем. С вафлями. Шоколадными. Внутри карамель, орех и ганаш шоколадный. Очень легкие, вкусные шоколадные коржи. Покрывается белым шоколадом и украшается. Ну, в такой тематике. Можно по-разному украшать. Но мне нравится, когда вот печенье арера. Как денежки вот такие. Кстати, вот обратите внимание, что в таких вот коробочках я специально ее не стала убрать. Продается мини. Вот прямо написано мини-арера. Вот такие маленькие печеньки. И я тут комбинирую. И большие, и маленькие. Очень интересно смотрятся. Еще эти маленькие смотрятся красиво на капкейках. Так, ну все. Мой день закончен. Сейчас я пакую последний торт. 21 час за ним приедут. И все. Убираю кухню. И начинается мой день отдыха. Это вечер, суббота и воскресенье. Вот. Еще его отфотографировать надо. Прям очень мне понравился. Тут золотым кундуринчиком вафельки оттенила я. Просто это же для любимого мужа заказала его любимая жена. Так что, конечно, золото должно присутствовать. Все. Пока-пока. И до новых видео. Надеюсь, вам что-то было полезно. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...